здравствуйте спасибо садитесь соответствии с планом нашим учебным мы начинаем следующее занятие значит мы с вами послушаем два доклада сегодня доклад послушаем когда некоторые товарищи опаздывающие подойдут сейчас я включили да а сейчас я хочу сказать какие у нас перспективы что мы должны еще рассмотреть в этом курсе желательно значит мы с вами рассматривали вопрос о переговорах так потом как готовится к переговорам что взять за содержание вообще чтобы этот конфликт который назревает и которому приближаемся двигаемся чтобы он не был бессодержательным потому что конфликтовать по серьезному по крупным каким-то проблемам отстаивать что-то положительное которое то что улучшает вообще экономику предприятий жизни работников это один разговор а конфликтовать потому что мы что-то вот написали непродуманное и после этого пытаемся вовлечь в борьбу за это непродуманная какую-то значительную часть коллектива не считаясь тема как это на них может отразиться это недопустимо поэтому не случайно что содержание вообще этой борьбы это она отражена больше всего в коллективном договоре потому что коллективом договоре вы видите результат борьбы правда это же не проект то что вы рассматривали это результат уже причем результат связанный с разрешением конфликта который сам назревал я вам рассказывал что вот под свежий проект вот тот кто стал коллективным договором принят в условиях полной забастовочной готовности я говорил что обычно хороший коллективный договор может быть принят или помощью забастовки или с помощью угрозы забастовки но угроза забастовки действовать может только в одном случае если люди когда-то и как-то продемонстрировали может быть не обязательно формальной забастовкой свою способность совершать коллективные действия о них я рассказывал коллективные вещи могут состоять в работе по правилам и строгом соблюдении норм техники безопасности и так далее в отказе от сверхурочных работ и работ выходные дни что очень сильные имеет действия всегда и так далее причем или еще больше еще большее действие оказывает дружное проведение этих мероприятий не так чтобы это вдруг один так горбу они так когда люди видят все организовано все как часы руководство понимает что и забастовка будет также организована как часы и поэтому эти приключения в общем то и не нужны работодатель вот стадии переговоров раньше трудовом кодексе заканчивалась указанием на то что протокол разногласий является основанием для разрешения для начала коллективного трудового спора теперь это положение из трудового кодекса изъято и так сказать вот вы закончили переговора ну и хорошо поговорили с работодателем ну хорошо и расходитесь вот те кто люди были освобождены от работы с оплатой по среднему отдохнули идите работайте вот и все то есть на сегодняшний день это выглядит так но протокол разногласий есть и легко протокол разногласий превратить в требование работников каким образом ну вот вся эта левая часть где написано позиции работников вот все то что они предлагают все что они предлагали на переговорах теперь они уже это не предлагают а требуют поэтому нужно записать то что написано в левой части протокола разногласий и в соответствии и вот соответствующий документ принять либо на собрание работников либо на конференции работников либо если профсоюзе состоит более половины работников на конференции профсоюза или на прошлом собрании если это удастся и отправлять работодателя и соответственно работодатель начнет на это реагировать это уже пошла процедура а мы с вами остановились и сейчас еще остановимся на содержание того что собственно можно включать в требования а то что можно включать у вас есть такой замечательный документ коллективный договор который показывает как много условий можно и нужно включать в требования к работодателю то есть нужно представлять себе всю жизнь на предприятии всю начиная от того как вы приходите как вы переодеваетесь если у вас где шкафчик куда можно положить хорошую одежду домашнюю одеть рабочую одежду вот если обеспечивается ли стирка сушка своевременная замена потом обеспечивается ли там горячая вода обычная вода газированная вода то что нужно во время работы обеспечивается в силе необходимые средства защиты которые предполагаются если необходимые перерывы как строго они расписаны и так далее если учет условий погодных и учет связанных с особо вредными особо опасными условиями труда например вот у докеров бывает такая работа как погрузка шрота шрот это измельченные измельченные растения это корм ну поскольку это растение там очень много жучков и прочей живности и чтобы ее убить ее при перевозке с другой стороны сюда обрабатывают специальным газом который убивает на этих самых личинок и ручков червячков и так далее но если докеры туда сунутся то если они не умрут от этого то как вы понимаете они могут и заболеть его голова у них будет болеть поэтому скажем одно дело работодатель который говорит давайте скорее работаете разгружайте а другое дело докеры которые должны понимать что какое-то время записать сколько времени они должны отстаивать сессии этот груз прежде чем его начнут разгружать так туда просто идти нельзя ну а скажем если радиоактивные грузы перегружаются за понятное дело что надо ограничить соответствии с тем какую дозу облучения может получить работник чтобы она была безвредной поскольку они не раз это перегружает она сегодня безвредная завтра безвредная но это накапливается поэтому это все нужно учитывать кто лучше всего это может учесть тот кто дает задание или тот кто непосредственно это делает тот кто непосредственно делает поэтому поэтому сами работники должны это все записывать но это вот некое введение а у нас два доклада пожалуйста кто первый да называйте свое фамилию имя и отчество и пожалуйста и сегодня я буду рассказывать о рецензии на коллективный договор закрытого акционерного общества 1 контейнерный терминал который был заключен за был заключен на период с 2017 года по 2020 год я постаралась написать рецензию по классическому но составы требуем к ней поэтому я постараюсь это немножко рассказать по пунктам и так начать я хочу с краткого описания проблемы данная работа коллективный договор и является правовым актом который регулирует социально трудовые отношения в организации и который был заключен заключается между работниками и работодателями в лице их представителей в российской федерации данный правовой акт и регулируется седьмой статьей трудового кодекса российской федерации следующий пункт моего выступления актуальность данной работы и важно отметить что этот документ способен дать сторонам его заключившим следующие стороны еще раз повторюсь это работники лице их представителей возможно профсоюз и возможно кто-то с кем был заключен договор на юридические услуги и руководитель лице тоже своего представителя закон не предполагает представителями работников каких-то людей юристов которые с которыми заключен договор где вы такое вычитывая что может быть я неправильно поняла может быть это не это в суде пожалуйста то что внешние эксперты могут быть вовлечены эксперты консультанты любая сторона может привлекать экспертов консультантов но представителями работников являются те люди которые или избраны на конференции или качте кого предправ союз назначил ну соответственно вот представители работодатели эти те как кто по приказу генерального директора направлен в эту приказ генерального директора могут включены эксперты которые не будут голосовать они будут выступать там так дальше я хочу рассказать что в принципе трудовой договор способен дать сторонам это и трудовой договор ой коллективный договор способен дать сторонам его заключившим во первых это стабилизация трудовых правоотношений с работниками усиление мотивации работников в решении задач стоящих перед организацией обеспечение материальной заинтересованности работников творческом и ответственном отношении к выполнению трудовых и должностных обязанностей далее достижению порядоченности системы оплата труда оптимизация планирования и управления расходами на оплату труда усиление социальной защиты и материальной поддержки работников выше перечислены основные цели выдвигаемые при составлении договора далее я хочу поговорить конкретно этом коллективном договоре который состоит из двух частей первая часть основная она содержит главные положения состоит из пяти глав 2 часть содержит приложение к данному документу а именно 18 приложений по главам я хочу немного подробнее пройтись для того чтобы их обозначить и вообще даже не читать этот договор если просмотреть просто содержание и на название глав принципе можно понять для чего заключался этот договор и что он дает если углубляться дальше и читать его более подробно тогда уже можно понимать какие именно требования были выдвинуты для достижения данных так вот вторая глава первое это введение общее какие-то вещи вторая глава это основные обязанности работодателя правкомов работников здесь описывается в принципе общее общее что обязаны делать перечисленные лица для организации работы третья глава это обязательства работодателя это глава очень большая и здесь есть очень много подпунктов потому что работодатель должен давать очень много для того чтобы его производство было успешным и для того чтобы лица работающие в этом в этой организации выполняли свою работу правильное и хорошо так вот эти пункты освещать следующие позиции первое это организация производства второе обеспечение занятости далее охрана труда и здоровья четвертый пункт это рабочее время пятый оплата труда шесть шестой социальной гарантии льготы и седьмой гарантии профсоюзной деятельности работников проанализируя эти пункты можно сказать что принципе данный договор освещает все аспекты жизни организации а именно ее сотрудников то есть в данных пунктах освещается все то из-за чего могут возникнуть конфликты на предприятии четвертый пункт я считаю очень важный потому что ну это контроль за пополнением коллективного договора потому что за каждым за каждыми переговорами и за каждым заключенным актом должны следовать какие-то санкции при не исполнении этого договора без определенных санкций на мой взгляд документы и переговоры не имеют никакой значимости они ну можно сказать не существует потому что никто не не обязанных соблюдать и пятая глава это подготовка проект нового коллективного договора это тоже важно потому что в таком случае все лица заключающие договор могут быть уверены в своем светом будущем я немного рассказала вам про краткое содержание и дальше идут приложение их 18 меньше чем в прошлом коллективном договоре и я хочу сказать что приложение ну вот очень разнообразные там есть все обо всем о присуждении там каких-то льгот о присуждении наград о экипировки о рабочем времени о отпусках даже о том сколько в каком количестве выдавать какой-то молочной продукции людям заняты опасным производством но все эти вещи очень важны и понятно почему они в принципе включены коллективный договор и последняя часть моего выступления это общая оценка данного договора в принципе я могу сказать что если читающий не юрист он ну и не имеет какого-то там краткого юридического образования он может сказать что договор идеален и в принципе учтены все пожелания обеих сторон пожелания и возможные какие-то конфликтные ситуации которые могут возникать на предприятии однако я потратила время и постаралась очень критично смотреть на данную работу и поискать хоть парочку недостатков чтобы ну как-то не влекло выглядеть здесь читая свою рецензию во-первых вот что меня удивило третий пункт а в нем внутри . 2.8 не знаю как правильно сказать он гласит вот что в случае ликвидации структурного подразделения предоставить при наличии вакантных мест работникам работы в другом подразделении организации а при отсутствии вакансии содействовать в трудоустройстве в другие организации в принципе звучит все правильно но у меня возникает вопрос как именно организация может содействовать в трудоустройстве в другие организации В принципе, здесь все понятно, что они могут направить там своим каким-то друзьям резюме своего сотрудника, попросить его устроить, но мне кажется, для того, чтобы все было чисто и прозрачно, в коллективном договоре следует прописать, какие именно действия нужно будет сделать организации для достижения именно вот этой цели поставленной, содействовать трудоустройству других организаций. Это первое. Второе, тоже в третьем пункте, про спецодежду. Он гласит следующее. Спецодежду, пришедшую в негодность не по вине работника до истечения срока, заменять на новую или отремонтированную. Здесь тоже это очень полезный пункт, я считаю, но фраза «пришедшая в негодность не по вине работника» не полностью, ну тоже можно сказать, прозрачная, потому что как работник может доказать, ну в общем не во всех случаях работник может доказать, что одежда пришла в негодность не по его вине. Тоже это, ну для меня непонятный пункт, потому что здесь работник остается незащищенным, мне кажется, ну перед лицом организации, человека, который принимает решение по этому поводу. И последнее, что вызвало у меня тоже вопрос, тоже в пункте третьем, работникам, работающим во вредных условиях труда, обеспечить возможность не реже, чем один раз в три года проходить обязательно периодические медицинские осмотры на базе профпатологии. Возможно, для того, чтобы оценить данный пункт, мне не хватает медицинского какого-то минимального образования, но мне кажется, что один раз в три года это слишком редко, и за эти три года можно серьезно заболеть, и там еще что-то хуже, чем серьезно заболеть. Вот. Это единственные три недостатка, ну не нельзя сказать недостатка, но просто какие-то мелочи, которые мне удалось выцепить из данного договора. Но в целом, я хочу сказать, что мне кажется, если в каждой организации между сотрудниками-работодателями будет заключен похожий договор, который будет помогать правильно организовывать рабочий процесс и сводить на минимум все конфликтные ситуации, это значительно облегчит жизнь обеим сторонам производственного процесса. Спасибо. Я готова ответить на ваши вопросы. Так, вопросы. У меня тогда вопросы. Первый вопрос такой. Вот вы сказали, что вот обеспечивать стабильные отношения, это хорошо? Стабильные. Вот как стабильный низкий уровень был, так он стабильный, и так и остается. Стабильные отношения между работниками и работодателями. Стабильный уровень там, скажем, благ или достижений в коллективном договоре. То есть, всегда ли это хороша стабильность? Вот стабильно высокие темпы роста – это хорошо. А стабильная зарплата – это значит, что повышать не будут, а красиво звучит. Теперь, наверное, вы знаете второй вопрос. Оптимум, говорят, оптимальность. А критерии оптимальности кто дает? Вот под видом оптимизации убирается одно, другое, третье, четвертое отнимается. Дескать, мы решили оптимизировать. Так, вот этих двух убрать, этих пока оставить. Или вот этих убрать, вот этих оставить. Сплошь и ряд. Третий вопрос. Такой вопрос. Вот вы сказали, что обязанности работников вы назвали, процитировали, обязанности работодателя. У кого обязанности больше получается по объему? У работодателей. Как это так посчитали? Ну, просто… Как вы считали? Прямо механически? Прямо по числу страниц? Нет, не по числу. А как вы думаете? Вот скажите, пожалуйста, обязанности у работодателя конечные или бесконечные? Конечные. А у работников? Бесконечные. Ну. Ну, значит, больше, да. Что больше, конечность или бесконечность? Я вам скажу, почему я так подумала. Потому что у работодателя все так расписано по полочкам. Да, потому и расписано. Потому что если не распишут, не будет делать. а рабочим зачем расписывать все что ему будет приказано он должен делать на подчиняться вот примерно так скажем я у вас как работодатель преподаватель так сказать вот надо расписать что я вам должен давать а я вас могу и так спросите так спросите так но как я могу вас спросить на зачете ну как угодно так у кого на самом деле больше справка возможно окажется вот нет ну надо же ну прямо до бедный работодатель счет потому что если этот не запишешь не будет это вот то что не записано вот вы назвали некоторые пункты там такая ситуация поскольку эти малозатратные смысле денег то обычно по этим вопросам конфликта не бывает то есть если бы эти перчатки были подороже или вот эти вот эта одежда которая надо заменить то так бы и было хотя вот я просто был такой период когда закончились переговоры по коллективному договору но он еще не фуни подписаны не вошел в действие тут же вместо шерстяной одежды которые если вы одеваете и промокнете вы не заболеете пошла брезентовая и плач пошел не не ваш плач который вы таскать он два у вас плаща вы там один повесили он вы придете через два дня он тоже будет сухой а дежурная дежурная вот она пришла со сменой на деле и пошли тут же как-то коллективный договор вступил в действие все это убрали все пять стал хорошо мгновенно то что там сидят люди которые во всех бумажках во всех распоряжениях руководством вот каким-то нормативного это нормативно им все равно приказ это или как это и коллективный договор если в коллективном договоре записано обязаны делать не записано тогда начинает придумывать отчетом проще нет не возиться с этим делом вот так что вот такие тут бывают моменты хорошо так какие еще есть вопросы протесты это спасибо очень хорошо не всегда как только заканчивается договор сразу перестают соблюдать мне кажется нужно вести это на законодательном уровне что не добровольно должны быть трудовые договора коллективный договор обязательно и как вы хотите вынудить думу это сделать не знаю это дума надо это то есть вот вот все что можно было втолкать в трудовой кодекс мы втолкали потому что тот проект вот который мы написали вместе с товарищем педотом начальник консалтного правового отдела он набрал 189 голосов доме и ушел на второе место провалились правительственный проект проект московской городской зума яблочный проект проект митрофанова и лтб русский метрофанов сейчас за границей его разыскивает полиция вот и проект 8 фанат и русский значит конкурировал с нами один только проект слизки а то собрала все самое хорошее и такой получился неплохой ну давайте в 20 года за счет учился неплохой трудовой кодекс а перед этим была паника профсоюза все все у нас все отбирают и думали люди что надо что делать критиковать тот проект который вносит вы будете его критиковать будете гарниром мы внесли другой причем вносили сначала красаков григорьев два депутата один из москвы другой у нас из соснового бора григорьев инженер с электростанции атомной потом аулиане известный лидер рабочего движения тимурас георгиевич из прокопьевска кузбасс потом пошел проекта валяне шейна и потом проект шейны вот как проект шейна фонда рабочей академии внесенный депутатом шейным он вот дошел получил второе место но по ходу дела значит для того чтобы искать совсем не слететь там постарались так ведь наш контр так сказать контрагенты они постарались кое-что взять так чтобы он выглядел прилично сначала был проект такой в котором выдача зарплаты продукции предприятия был допустим вас бутылочные бутылки стеклянные продавец продают вот вам выдадут бутылки зарплату бутылками хотите как хотите продайте их бутылки идите кушайте или от иванов в иваново с простынями по таволочками и так далее но если у вас гробовое производство грубо прыгать гробами вам три гроба дали продавайте ищите кто умрет и там вот денежка книга получить на радостях ну и так далее ну а поскольку удалось это дело свести до до минимума то это прекратилось было приезжаем товарищу нижний новый раз пауков такой себе с завода лазурь а у него дома 6 телевизоров и к чему делаете это 6 риза рада чем посмотрите еще разные программы что да нет это один матери да это у меня зарплата от 5 зарплаты то есть продай и а это что значит должен продавать а это то рабочее время то есть он должен продавать а потом что у него не лотка его по за ничего нету не кассира не еще нету для того чтобы продавать поэтому они как мы избагрить бы исходить получить чтобы поесть но тогда прекратилось так что это вот трудная задача которая выйти как вот это сделать вот это чтобы это сделать это не конфликт на предприятии тут все расписано что делать на предприятиях как вот добиться изменения трудового конца а вот ищите депутата у вас есть право внесения право законодательной инициативы есть если нет да все вы довезяли то есть вы можете внести в думу проект закона нет написать можете вот написать то вы можете пожалуйста кто вам мешает вот купите бумагу и пишите себе проект закона написали а вносить вот идите ищите депутата да я вот гнался за одним депутатом рабочего из брянска а он говорит я не нет я сейчас не могу и я уже в комитете по финансам по экономике и финансам чего там делает то есть так товарищи найти которые будут вносить очень интереса много сидит у меня как у главного редактора российской общественно-политической газеты есть пропуск думал то я могу пройтись по кабинетам и поговорить сейчас не с кем разговаривать чтобы внес проект такой не с кем это надо вносить заниматься этим делом вот сидят получает зарплаты большие там какая заклад не меньше 350 тысяч в месяц в месяц это только вот основная так пенсия какая будет 75 процентов от дохода если у вас доход допустим 400 то пенсия будет 300 не так как у родителей и так далее поэтому это вот очень сложная задача поэтому где вы там добиваетесь чего хотите на уровне а как что на уровне это же многое зависит от государственных каких-то позиций правильно от государственных задач так ну что больше нет он никаких претензий спасибо вам большое успешно вы теперь будете выступать то же самое фамилия имя отчество не слышно петрова лидия алексеевна пожалуйста но у меня много с другой точки зрения я не совсем стандартных лицензий писала ну как бы тоже по естественно по договору вот как ты это такие стандарты для лицензий сколько лицензий не написал никогда не видел никакого стандарта что хочу то и пишу на докт на докторский на кандидатский там есть некие-то правила что там нужно то обязательно указать если новизна и прочее но в общем то давайте свободно от этого первое на что обратила внимание это согласованность другим более вышестоящим документом а именно с трудовым кодексом российской федерации то что тут такого удивляться если не согласована такие те положения как написано в кодексе который не соответствует закону а они не не действует сторона улучшение действует а в сторону ухудшения не действует поэтому если вы упоминаете не упоминаете ну сказать это никак не может помешать кодекс автоматом так как все эти положения коллективного договора вот представьте себе как бог на душу написал коллективных заговоров но потом можно птички по вы продаете птички поставить и против всех пунктов которые противоречит законы они действуют и ничего не надо здесь вообще ничего не надо не согласовывать не обсуждать не по и по не проводить переговоры написано потому что в самом кодексе что те положения которые ухудшают положение работников по сравнению с законодательством не действительны а те которые улучшают те действительны поэтому одни выкинуть и другие оставить можете и зачерпнуть черным цветом зачерпнуть потом который ухудшают и все так что это такой проблемы нету я прошу прощения что я перебиваю далее делается акцент на добровольности на праве при заключении договора что очень не против если я буду так немножко с вами полемизировать да у нас вроде тут товарищеские отношения у нас с вами равноправие чего нет нету и равноправие нету а там какое равноправие кого же на праве мы где равно правильно заводе равноправения то один может дать любое обязательное задание так представитель работодателя это значит равноправие в чём состоится где в чём какие равные права имеется ввиду на переговорах то есть вы можете высказываться и я в этом смысле да вот стороны стороны равноправных то коллективный договор может быть принят при условии согласия двух сторон и с одна сторона не не согласна то есть нельзя навязать другой стороне в этом смысле то есть навязать нельзя за басовку можно сделать поэтому тут вот с одной стороны равноправия другой стороны все понимают что здесь это решается не по праву а по силе мы же с вами как разбирали что такое конфликт это настолько обострившиеся противоречия поэтому здесь идет вопрос не о праве у вас их права вот равные права но силы другой стороне вот отмечается далее что возможно поправки со стороны обеих сторон и только после их обоюдного согласия вот это самое это тоже понятно если документ двусторонних как они могут быть только по обоюдному согласию это называется дополнение к коллективному договору есть там целый раздел в трудовом кодексе изменения и дополнения в коллективный договор можете закончили переговоры по коллективному начинаете переговоры по изменениям и дополнениям пожалуйста если договоритесь поштучно там по 10 что по 3 по одному то есть это вот как раз вещи не такие самые существенные копайте глубже понятно то есть вы так подводите подводите к основному чтобы не никто не вздрогнул так сразу понятно а также напоминается о том что данный договор выше чем какие-либо другие локальные акты а также что при смене названия организации главы организации так далее договор остается прежним то есть утверждается его но как бы важность его сила действия что он как бы независимо вот от смены действует от смены представителей сторон от сторон он зависит от пресс-смена представителей на нее не влияет мне показалось интересным что со стороны конфликтолога что там отмечается что более предпочтительным является избегание конфликтов то есть там так написано что в случае конфликтной ситуации лучше бы их сбежать но если все-таки такая ситуация возникла то решаются они путем переговоров и согласований с правком вот это как раз ну как бы нам интересно как странно же профессии то есть когда эти переговоры видимо стоит а происходит то как раз нам нужен идея то вот собственно что является нашей профессии далее еще лет в обязанностях сторон вот ну как нас тоже говорила что очень очень-очень все там подробно кто что должен делать одни самых значимых это соблюдение законодательства пунктов данного договора не допущение дискриминации и дисциплины пододатель должен способствовать развитию самоуправления участие работников в управлении через профсоюзы и допуск к управленческим совещаниям вот пришлось мы когда дима делал доклад мы как раз ожидали это вот важность профсоюзов мне показалось он по старому делу вот как мне кажется еще больше профсоюзом даруются какие-то права то есть еще больше идет упор на то что работники должны принимать участие в управлении должны постоянно предлагать какие-то свои инициативы вот и вот то что они даже допускаются к управленческим совещаниям вот нужно обеспечить работника максимум комфорта через предоставление но это уже более детально по предоставление транспорта мест места приема пищи и отдыха также вот в старом договоре я помню дима говорил что повышение квалификации идет один раз в три года в этом договоре написано что они ежегодные должны быть а по повышению квалификации и за счет организации естественно вот так же в полномочия предателя входит предоставление только безопасных качественных инструментов материалов помещений как же говорить о материальном моральном поощрении инициативе со стороны работника вот опять же то есть идет упор на то что работник должен ну не просто приходить отработал ушел он должен быть как бы частью команды то есть должен постоянно в смысле не должен это поощряется если он что-то предлагает и какие могут быть эти поощрения объявление благодарности выдачи премии награждение ценным подарком награждение почетной грамоты и присвоение почетного звания ветеран а о пк т вот в этот присвоение почетного звания ветеран там потом это будет влиять на пенсию на и другие выплаты то есть это как ну повышает статус также вот тоже как настя говорила что когда читаешь не юридическим взглядом смотришь точнее на этот договор то кажется что как бы все идет на сторону работника то есть нам столько внимания уделяется чтобы работникам было комфортно вот например что нужно очень аккуратно относиться к назначению дисциплинарного взыскания и при возможности снимать его досрочно при соответствующих ходатайствах ходатайствах или ходатайствах вот то есть ну опять же то есть дисциплинарное взыскание это как я понимаю там лишение премии и вот это вот все и там написано что нужно буквально как бы очень много раз подумать прежде чем работника наказать ну как бы это не к этому работодателям нужно относиться внимательно нужно будет ли могут работать на наказать я равно праве сторон ну только если через суд я думаю так конечно нужно обеспечить работника такими неотъемлемыми вещами это тоже вот дима говорил в прошлый раз пропуск на территорию санитарные бытовые услуги транспортной станции ближайший метро после работы столовая спецодежда там очень ну действительно все подробно то есть вплоть до того сколько должно быть микроволновых печей столовой вот так же вот приложениях про эту спецодежда то есть там супер детально прописано сколько месяцев что носится у каждой должности какой им комплект выдается то есть вообще все очень очень подробно там наверное хорошо подъемте магазин покупать то вы тоже будете как ты указывать что я покупаю правда и в чеке больше пробита а если вы не укажите в колесе этого и не будет точно так как вы не панировать только вот тут то что напишите мы не будет за это платить плате будет за это кто работодатель на работу еще будет платить за то что не указано дим вы вы не указали его на вам и не предоставить вы указали он спорить сильно не будет предоставить так что это в общем тут не удивительно то есть это на самом городах так смотрю это деньги работник это вот вещи которые нужны ну и тут такой не сильно конфликтной ситуации это не бешеные идеи необходимые вещи необходимые для работы он же нефтеатр костюм предлагает ему приобрести а предлагает ему для работы то что нужно чтобы удобно было работать он больше тогда сделаем как тут можно отказывать поэтому не думаю чтобы здесь работодатель очень сильно упирался нет этого нет операции не упирая наоборот это тоже отчасти и можно просто как это создаются дополнительные вот опять как удобство для работников а потому что считая с ним что-то не выдадут они же могут куда-то обратиться ну вот куда они могут обратиться к одному как будто коллективом трудовому спору ни к чему другому они обратиться не могут куда они могут обратиться ну вот один рай Иванов будет судиться с ао 1 контейнерный терминал то тот там юрист будет торчать которые какие оплачивать иван опыт наймет юриста и деньги потратить страшный как вы себе представляете равноправие есть равенство нет равноправие раньше это разные вещи вот каждый у нас имеет право есть на золотом блюде если она у него есть это еще черношевский писал право то есть вот у бомжей есть право на жилье у них жилья нету право на жилье вот есть равноправие есть равноправие есть равенство нет а если есть неравное положение и равные права то в итоге равных прав и неравного положения участия не равны результат что мы наблюдаем доме и так если работе получает травму или заболевания по вине работодателя он же должен предоставить ему новую вакансию или, если все более серьезную, уход, реабилитацию к инвалидности. Также интересно, что при ликвидации настоящей позиции работника работодатель должен перенаправлять его на другие похожие специальности или содействовать в поиске работы у других организаций. То есть, если, собственно, работник потерял свое место, то организация не должна его сказать спасибо, до свидания, они должны, во-первых, привлечь на другие похожие специальности, а если у них такого нет, то помочь в поиске другой организации. Важно следить за условиями труда работников, проводить инструктажи по безопасности, следить за тем, чтобы они не превышали положенную норму выгрузоподъемности. Это тоже там в детали все прописано, сколько кому килограмм можно поднимать, переносить. По каждому несчастному случаю или заболеванию формировать комиссию для разбора и предупреждения последующих случаев. В договоре прописаны случаи учета особенностей погоды в России, но это тоже Дима говорил, что чем выше температура летом, тем более мягкие становятся условия труда, снижается время работы, увеличивается время отдыха. Так, что касается отдыха, интересно, что является еженедельный, обязательным является еженедельный непрерывный отдых не менее 42 часов. То есть, ну, 42 часа, это почти 4-2 дня. То есть, получается, что не может работать, ну, нельзя привлекать его к 7 дней в неделю к работе. Вот, обязательным должен быть отдых. Фактическая переработка оплачивается в двойном размере. А по закону как? Про фактическая переработка сколько платить? Фактически, я на 2 часа остался после работы. Меня попросил в начальник. По закону сколько он должен мне заплатить? Фактическая переработка оплачивается в два раза? Нет, полтора. Первые два часа. А вот уже третий час и далее два. Так в ГЗОТе написано. Поэтому тут вот для того, чтобы оценить коллективный заговор, надо смотреть ГЗОТ. А у них тут раз двойном и всё. Ну, так вы же говорили, что... Чтобы легче было считать. Что они могут... Да, вот они и поставили два. И не встало возражать. А тут позиция очень простая у работников. Они откажутся, тогда вообще выходить в свой урочный. И всё. Договорятся все. Поэтому если они не согласятся на переговорах, они так предупреждают. Ну, тогда мы вообще закроем вам свой урочный. И тогда вы будете иметь тяжелые всякие условия. Поэтому это как раз вот не такая сложная вещь, которую трудно выбить, как в ходе переговоров. Сколько может быть вообще претработка, ну, вот в день, например? Значит, в течение двух часов не более... В течение двух дней не более четырёх часов, а в целом и за год не более 120 часов. И остальное запрещено. И никто это не соблюдает сейчас. Сколько рядом. Поэтому болеют люди очень много, болеют. И усавшие пытаются зарабатывать на лекарства. Некоторые рабочие про свои, можно сказать, несознательность. И думают, что мы сейчас заработаем. А потом... Один рвался, рвался, а потом раз, инсульт, и всё. Тем более на такой работе, как здесь. Так. Ну вот, также мне показалось, ну, это может быть чисто мне, так как я не сталкивалась опять же с такими чисто юридическими документами, что тут написано, прописано, насколько работник освобождается от дней по тарифной ставке. В следующих случаях, например, на два дня в связи с бракосочетанием, в связи с похоронами ближайшего родственника. На один день в связи с призывом сына вооружённой силы России или в связи с рождением ребёнка. Вот. Ну, это вот оплачивается. Это ничего, в результате нет. Это только в холдоговоре такое. Женщина, вот, очень, ну, как сказать, такое... Очень странный пункт, что женщинам, имеющим двух или более детей, предоставляется всего три дня оплачиваемого отпуска в год. То есть, ну, это очень мало, по-моему. Ну, других нет вообще. Вообще? Ну, да. Такое полное? Дополнительное же имеется в виду три дня. Женщинам, имеющим двух или более детей, предоставляется всего три дня оплачиваемого отпуска в год. Это дополнительное? Ну, дополнительное. Нет, понятно, что это не основной отпуск в три дня. Я просто имею в виду, что... Конечно, мало. Тем более тут двух или более детей. То есть, если у женщины один ребёнок, то вообще оплачиваемый отпуск не предоставляется... Тут была такая ситуация, во всех компаниях в Порту был отпуск 55, под какого договора. 55 дней. Потом мы стали уговаривать, давайте мы зарплата повысим, а отпускал берём. Я пытался им объяснить, что вы вот в отпуск свои 30 дней отгуляли, а потом можете остальные 25 дней работать. У вас будет оплата отпускных, эти 25 дней, плюс вы ещё заработаете, если уж вам деньги нужны. Нет, туда они пошли. Они сдали это всё. А на следующий год инфляция съел всю эту прибавку, и всё вернулось на круги своя, только у них терёт пусть 30 дней. Так, это как частный случай. Просто я знаю, у меня, как бы, например, у папы, его прям... Ну, то есть, он хочет работать, вот. Как бы он там не устал, я не знаю, он не хочет в отпуск. Но его прям заставляют, то есть, говорят, нет, ну, как бы, вот у тебя положены там столько-то дней, и вообще нельзя, то есть, переходить. То есть... Это зависит от характера работы. У нас, например, у преподавателей. Ну, он за что? Кажется, о чём у нас такой длинный? У нас дается удлинённый отпуск. Вот закончится экзамен и до 28 августа. И где такое есть? Почти не из такого нет. А так дают по 28 дней, и два раза по две недели остановить. Самый распространённый отпуск, и всё. Есть у вас дети, нет у вас детей, и никто никого не спрашивает. Нет, ну, просто знаю, вот сколько, как сказать, типа, дети болеют часто, ещё что-то случается. А берите, а не берите? У нас здесь договоры, наверное, вообще. Ну, у меня просто, мы тоже работаем на государственном предприятии, и у них каждый месяц можно взять один день. Если два ребёнка до 14... Нет, два ребёнка до 14 дней... Два ребёнка до 14 лет, она может за счёт предприятия об этом делать. Ну, значит, у них кол-договор такой есть. Или есть какой-нибудь, может быть, и не кол-договор, а может специальный приказ там директора. Ещё вот очень странно, я не знаю, зачем они так сделали. Дима говорил, что в старом договоре там было, что путёвка в ДОЛ... Как она всё пробуется? Детский... Детский договор, если не надо. Вот, что полностью оплачивается, а в новом договоре оплачивается не более чем на 85%. Не знаю, не хотят они теперь полностью оплачивать почему-то. Контроль данного договора осуществляется самими сторонами, и эти стороны должны предоставлять отчёт два раза в год на заседании правкомов по соблюдению договора. При корректировке договора или составлении нового стороны должны быть представлены в одинаковом количестве на переговорах. Можно приглашать сторонних специалистов, перед этим собираются пожелания работников и рассматриваются комиссии. Для урегулирования разногласий во время составления можно прибегать к примирительным процедурам. Ну, примирительная процедура – это опять же наша профессия. Ну и вот, всё. Какие вопросы есть? У меня есть вопрос по поводу, ты упоминала про нормы, сейчас сложно сформулировать меня, нормы, в соответствии с которыми, ну, в общем, на дальность и вес груза, которые нужно переносить. Вот как ты оцениваешь эти нормы? Они адекватные на твой счёт или нет? Ты хочешь, чтобы я прям по килограммам вспомнила? Ну вот тебе не обратила внимание, когда я читала? Нет, я обратила внимание, что там разные у мужчин и женщин, что-то у мужчин 6 килограмм, у женщин. Я не прошу тебя вентально вспоминать, но с меня показалось, что… Слишком много? Слишком много. А сколько у мужчин норма груза в смену перегрузки при ручной работе? Не обратили внимания? Я тоже. Ну, около 6-7 килограмм. 24 тонны. Не, в смысле, это раз, но, да, у женщин 16 тонн. У женщин 16, по-моему. У женщин 16 тонн. У мужчин при ручном грузе 24. Вот правком одно время сделал… В смысле сумма? Медиков, специалистов, и они сделали такой мониторинг. Что происходит с организмом при ручной работе, вот, если повышать, так сказать, норму, вот, забрали до 12 тонн. После 12 тонн смену необратимый процесс идут. Не обратимый. То, что вы отдохнете, и все в порядке. Нет, вы отдохнете, и не все в порядке. А остателем 24. Поэтому, причем это так давно стоит, и так они как-то все никак не могут добиться. А почему сам работодатель не позволяет, да, уменьшать это число, вес? Так, естественно. Да как это… Как вы думаете, просят, что ли, дофе, чтобы им было 24 тонн? Было у них 60 тонн одно время. То есть вагон человек должен разгрузить, и может идти домой. Вручную. 60 тонн. То есть там, в этом смысле, очень необыкновенные люди работают. Причем иногда бывает так, по виду он такой негромадина. Но он должен быть очень такой жилистый и вхватки. Потому что некоторые видят, что у них зарплата не маленькая. Приходят три дня по работе, говорит, не надо мне таких зарплат, что-то сюда, я пошел после такой работы. Не говоря о том, что там же сменная работа, ночью люди работают. Обратили внимание? Постоянно. Там было написано, что при возможности не привлекать вообще к ночной работе. Это написано, она фактически. Ну фактически-то понятно. Коравль пришел, разгружает. Постоянную смену. Вы поработали один день, потом ночь. Только вы привыкли в ночь. Уже приспособились ночью работать, днем спать. Только вы приспособились, теперь будете спать, наоборот. Ночью, а днем работать. Только вы приспособились и опять. То есть это очень вредно для организма, это такое перестройство. Еще какие вопросы? Нет больше вопросов. Спасибо вам большое. Товарищи с вами прослушали два замечательных доклада, которые замечательны тем, что товарищи подготовились хорошо и отнеслись к этому делу, к процессу повышения своей квалификации. Потому что мы имеем дело не с макетом, не с моделью, а с коллективным договором крупной организации. Люди как хотели устроить свою жизнь с помощью профсоюза, с помощью закона, о коллективных договорах, соглашениях и возможностях примирительных процедур, с помощью конфликтологии. Вот они так свою жизнь организовали. Другие, которые не имеют. Никто не задавался вопросом, на скольки у нас, какой процент предприятия имеет коллективные договоры? Кто не думал? Как вы думаете, какой процент? Очень маленький. Очень маленький. Значит, я тоже не могу ответить на этот вопрос. Никакой статистики. Вот у нас есть профсоюзы, Федерация независимых профсоюзов, скажем, секретарь ФНПР входит в руководящий орган Единой России, депутат Исаев. Нет, они ничего об этом не говорят. Как бы заняты своими делами. А коллективные договоры – это редкость. В советское время, когда вроде бы поощрялись эти коллективные договоры, я знаю, что в Ленинграде было только на пятой части предприятий. На пятой части. Сейчас, конечно, меньше. Меньше здесь ликвидации, во-первых, ряда предприятий, в связи с уменьшением влияния профсоюзов и так далее. Так что вот эта вот картина очень… А с такой, с точки зрения правовой, как вы говорите, с точки зрения права, да, каждый имеет право составить себе такой прекрасный коллективный договор. Но, как вы понимаете, это вот большая работа. Даже написать такой коллективный договор – это большая работа. Но он, кстати, и получился не в раз, а он как бы накапливался годами. Это они новые переговоры, то, что было уже достигнуто, пытаются сохранить, добавляют новые, и он развивался, этот коллективный договор. И вот это вот целая длительная, длительная традиция. Мы вот с Федотовым написали даже специальную книгу, вот такой толщины, она на сайте фонда рабочей академии, вывешена в разделе коллективных договора. Введение коллективного трудового спора за заключение коллективного договора соглашения. И главное, что нам там пришлось сделать, и что сделал мой, так сказать, вот соавтор, больше всего, он знает все формы, в каких надо все представлять. И все, так сказать, те документы, которые нужны, образцы всех документов, которые нужны в этом процессе. Потому что люди, так сказать, трудящиеся, и даже не люди, которые вполне грамотные и так далее, но вы не знаете, в какой форме это написать, как это подать, какой проект приказа, какой проект документа и так далее. На каждом этапе, и вот все эти этапы разобраны сначала до конца. Поэтому книга получилась такой толщиной. Введение коллективного трудового спора за заключение коллективного договора соглашения. Ну вот, теперь мы с вами находимся на таком этапе, когда переговоры прошли, переговоры, которые ничего, никому, никого ни к чему не обязывают. Эти стороны убеждали, чтобы другая сторона сделала то, в чем ее убеждали. И, дескать, если вам не удалось убедить, ну, значит, красноречие у вас слабое. Но вам надо убедить другую сторону выложить тут немалые деньги. Вот в чем тут. Все вот эти вопросы, которые стоят в проекте, они же все на самом деле требуют того, чтобы работодатель затратил средства. А работодателя цель какая? Получение прибыли. Если у них цель получения прибыли, так вы хотите часть прибыли у него забрать и перевести вот в улучшение положения работников. Поэтому, ну, сама по себе ситуация такая, что обязать работодателя эти средства выделять, вы не можете. Правильно? По своему желанию он тоже не хочет выделять. Значит, остается одна дорога какая? Вот это движение к конфликту. Ну и, поскольку переговоры закончены, вот начинаются примирительные процедуры. Самоназвание, которое дается в законах, оно, как правило, не отвечает содержанию. Примирительная процедура была как раз в эти переговоры. Если три месяца можно было их вести, а мы с вами и не дрались, зачем их примиряться тут. А тут ставят вопрос так, что стороны не согласились, не договорились. И раз они не договорились, то это какие процедуры? Раз они не договорились, то сторона, которая требует, выдвинула требования, она взяла курс на что? На конфликт. И поэтому на эти вот эти процедуры она смотрит не как на примирительные, а как подготовительные. К чему? К забастовке. А что нужно подготовить к забастовке? К забастовке нужно уже подготовить не аргументы для работодателя. Нужно организовать забастовку. А чтобы организовать забастовку, надо, чтобы коллектив дружно эту забастовку провел. А это очень сложная задача. Представьте себе, надо, чтобы огромный коллектив одновременно вдруг остановился одним нужно платить там какие-то долги другим у других ипотека третье хотят заработать и нужно заплатить за обучение своих детей срочно а тут забастовка забастовка это что такое вы бесплатно будете работать если предыдущую забастовку не записали что следующая забастовка за счет работодателя что тоже не запрещено и на западе есть случаи такие когда заканчивается забастовка и обязывает и только при этом условие прекращают забастовку работники когда оплачиваются вот все время этой забастовки посреднему и плюс соответствующий под под подписывает работодатель что он и следующую забастовку в случае ее возникновения павлиниров и Работодатель должен будет тоже оплачивать. И вот при таких предпосылках уже теперь начинаются так называемые примирительные процедуры, в которых стороны начинают использовать эти процедуры для подготовки к забастовке. Работодатель собирает аргументы или доказательства того, чтобы через суд объявить забастовку. Незаконный. Что для этого нужно делать? Смотреть, не нарушат ли работники какие-нибудь пункты, которые указаны в процедуре. А работники думают о том, как не нарушить и все это очень аккуратно, юридически, строго осуществить. И при этом, самое главное, подготовить людей к забастовке. А как их подготовить? Вот на самом деле те три месяца, которые мы с вами прошли, если участники переговоров вместо того, чтобы болтать все время с работодателем, не ходят к работникам и не рассказывают позиции работодателя, не рассказывают, в чем была суть переговоров, почему работодатель не соглашается. Вот за эти три месяца они должны и работников подготовить к тому, что всякого рода иллюзии, что можно договориться, они за три месяца должны улетучиться. Вот эти переговоры надо использовать для того, чтобы коллектив знал, работники знали, что все вот аргументы обычные здесь израсходованы и остался туда один путь и одна дорога. Либо мы отказываемся от этих требований, либо если это требования, то мы можем их продвинуть с помощью забастовки. Раз так, значит, вот на эту процедуру мы должны посмотреть примирительные процедуры, как на процедуру, такую же, как дорогу к забастовке. И с той стороны, и с другой стороны. Почему? И с третьей стороны, со стороны государства. Вот теперь на примирительные процедуры выделена неделя. Значит, за три месяца не договорились, а сейчас они вот под названием примирительная комиссия за неделю договорятся. Как вы понимаете, это что означает? Если вот государство записывает, что вы три месяца не договорились, а за неделю вы сейчас договоритесь. Только название написать, примирительные процедуры. А это что было? Дальше. А дальше начинается, да, более того. Для красоты вставлено в Трудовой кодекс то, что на третий день после начала примирительной комиссии на третий день может быть проведена часовая предупредительная забастовка. Ну, как вы думаете? Можно за три дня организовать забастовку, чтобы все дружно остановились, все и за три дня подготовить. Поэтому я таких общих случаев не знаю, чтобы работники воспользовались. А так выглядит, дескать, ходи, пожалуйста, бастуйте вот на третий день и повлияйте на ход этой самой работы примирительной комиссии. Поэтому не очень-то все влияет. Другое дело, что и работодатель тоже знает, что взят уже курс на забастовку, он понимает, что есть протокол разногласия, и этим все сказано. И от этого протокола разногласия никто не отказывается. А раз никто не отказывается, значит, все аргументы на самом деле исчерпаны, и надо соблюсти процедуру. Вот кто не соблюдет процедуру, тот будет нарушителем закона. Поэтому работодатель очень строго, с помощью своих юристов, следит за тем, не сделает ли какие-нибудь ошибки, не сделает ли какие-нибудь ошибки, противоположная сторона. А работники используют эту примирительную комиссию, для того, чтобы показать, что всякие иллюзии такого рода, что вот три месяца мы сидели уже, переговаривались, переговаривались, ничего не добились. И не думайте, что сейчас пройдет неделя, и мы добьемся. Что по окончании этой недели? По окончании этой недели иногда бывает, что пишется снова протокол разногласий уже примирительной комиссии. То был протокол разногласий по итогам переговоров, а теперь протокол разногласий по итогам работы примирительной комиссии. Ну, в примирительной комиссии могут участвовать вот консультанты, эксперты, кого угодно приводить. Любая сторона может и тех, и других приводить, показывать и так далее. Ну, в общем, это особенно большой роли. Не играть. Идет примирительная комиссия, проходит неделя, закончилась. Следующая стадия какая? Следующая стадия – это приглашение посредника. Так это красиво все расписано в Трудовом кодексе. Хотя, вот даже вы говорили там насчет медиаторов, это где-то в каких-то других вопросах. А в вопросах, когда две стороны за три месяца они не могли найти никакой общей точки, думать, что кто-то придет, человек. И этот человек эту проблему разрешит, ну, это несерьезно. Несерьезно до такой степени, что на самом деле нет таких случаев, когда вы приглашали посредника. Но, если вы эту часть процедуры пропустите, вы нарушили закон. Поэтому, значит, что записано в Трудовом кодексе по поводу приглашения посредника? Ну, как бы предполагается, что вот найдется такой человек разумный, которому доверяют обе стороны, они договариваются, что они выполнят то, что напишет этот посредник, он решит правильно. Это да, это не да, это изъять, это добавить. И все, он, так сказать, все это разрешит. Но стороны для того, чтобы проходила эта процедура разрешения коллективного трудового спора с участием посредника, надо, чтобы каждая сторона письменно зафиксировала, что она согласна на ту кандидатуру, которая предложена. На практике это получается так. Вот мы с вами находимся в состоянии фактического конфликта. Еще нет, не объявлено, что забастовка. Но если вы три месяца ни о чем не договорились, надо понимать, что и не собираетесь отказываться от требований, ясное дело, что это по существу конфликт и надвигается этот конфликт в виде забастовки. Вы предложили, вы знаете такого очень хорошего человека, предложили его сделать посредником. А я предложил, кого я знаю тоже. Но вы моего примете? Я его знаю как очень честного, порядочного. У меня есть смысл в идеации, что приглашать какого-то нейтрального, независимого. Он нейтральный, независимый, да. Ну кто его? Но предлагает-то стороны. Я предлагаю вам нейтрального, независимого, который будет решать сайт вам за счет, не ставит за счет. Какого я предложу? Как вы думаете? Ну я же приглашаю. Ну если я приглашаю, кого я приглашу? Значит, он будет вам влечен. Извините, мы с вами можно будет с вами обратиться в центр конфликтологической помощи, как здесь у нас элья приглашения независимого, а не сами. Это центр бесплатно привлечь на придет? Нет. На чем вы говорите? У кого денег больше, у работников или у работодателя? У работодателей. Ну так о чем вы говорите? Ясное дело. Тут все совершенно понятно. Короче говоря, чем это все завершается? Вот, скажем, на очередной раз наши докеры предлагали кандидатуру посредника. Со своей стороны. Они меня предложили. специалист считает курс конфликтологии, профессор Санкт-Петербургского государства университета, президент фонда рабочей академии, действительно член Петровской академии наук и искусств. Хорошо? Хорошо. Потом депутаты думы. И еще доктор экономических наук профессора Долгова, который входил в 100 лучших предпринимателей Санкт-Петербурга. Вот и со стороны работников. Ну и как вы думаете, пошел работодательная? Плюнул он хоть на какую-нибудь такую кандидатуру? Нет. Ну раз предлагает докеры, ну если они предлагают, так они знают, кого предлагают? А докеры? Им говорят, вот это вот очень хорошее, так сказать, он все так все делает, все хорошо, такой честный, такой нейтральный и так далее. Поэтому что на практике получается? На практике, раз это необязательная процедура, она проводится только если стороны договорились об этом, поэтому каждый из сторон пишет, я в принципе не против, но с этой кандидатурой я не согласна, а другая сторона не согласна с той кандидатурой, которую контрагент предложил. И все. И на этом надо заполнить соответствующие бумаги, написать протокол. Если у вас такого протокола не будет, а вы выходите на забастовку, ваша забастовка будет объявлена незаконной, потому что она должна быть проведена, если не в живом виде, то в виде переписки по этому вопросу. Потом долгое время существовал трудовой арбитраж, и мне даже приходилось в качестве трудового арбитра участвовать по приглашению службы по разрешению коллективных трудовых споров, которые возглавлял товарищ Котлобаев здесь, в Ленинграде. Но теперь проведение трудового арбитража согласно новой версии Трудового кодекса обязательно тогда, если обе стороны согласились принять его решение. А если одна из сторон говорит, не, я не согласна заранее, до того, какое будет решение, заявлять, что я согласна эти решения принять, независимо от того, что там будет. Это же не суд? Не суд. Откуда я знаю, какой будет результат? Причем говорят, ну там же будет три человека, как раз вот, то, что говорят, как бы медиатор, то есть есть представитель. Там не будет ни представителя работника, ни представителя работодателя. Один арбитр предлагается работниками, другой арбитр предлагается работодателем, а третий арбитр предлагается государством. А государства нейтральные, Фегор, или нет? У нас что, государства сейчас рабочих или или боевик или работодателей работодатели это к черному вам предлагают значит давайте мы сейчас проведем трудовой арбитраж все будут тут нейтральный не стране выкликать на работодатель ваш будет нейтральная и представить государство 2 к 1 и зачем работникам это поэтому работники не соглашается на трудовой поэтому никаких трудовых арбитрали сейчас после как изменили закон и сделали арбитраж необязательно не проводится поэтому государство свою функцию участвовать в разрешении коллективных трудовых споров не выполняет она ограничилась написанием такой бумаги в трудовом кодексе поэтому сейчас стороны занимаются тоже писанием бумаг одна сторона пишет бумагу что она не согласна выполнять решение трудового арбитража заранее не знаю какие-то решения и другая сторона обычно это пишет работодателям может быть это им бумага не нужна работникам очень даже нужна потому что она иначе этот этап не пройден и вот наконец пройденный этот этап на бумаге вот когда и вот этап приглашения посредника и этап трудового арбитража пройдены вот тогда когда открывается возможность выхода на забастовку но это вы требование принимали решение об утверждении требований значит еще раз докажите что вы умеете собирать людей еще раз докажите что вы на самом деле руководите коллективом предприятия то есть собирайте снова конференцию или трудового коллектива или собрание трудового коллектива или если у вас больше половины членов профсоюза в коллективе собирайте конференцию профсоюзную и на ней решайте вопросы забастовки а какой нужно вопрос решать вот как вы представляете что нужно записать в решении о забастовке вот требования выдвинуты еще раз надо утвердить требования эти уже как не требование для приберительной комиссии для проходения проверьте требования забастовочные забастовочные требования таковы утвердили дальше что еще надо какие решения принять но будем принимать решение когда забастовка или не быть или просто требование утвердили еще а какого числа будет до вас только как быть записано человек прям будете решать вот вы не знаете и товарищи которые делают не знают на шутку басов по будет 29 числа пришло 29 число 29 числа прошла забастовка 30 также не выходит на работу их раз и так сказать увольняет почему потому что нарушение трудовой дисциплины забастовка 29 во время забастовки нельзя никого тронуть ничего все все по закону а у 30 не пришли на работу все прогул за прогул грубое нарушение трудовой дисциплины уволить поэтому думать что записать вы какую предлагаете забастовку вот бессрочную предлагает а чем она вам плохая да бессрочная если вы договоритесь так она и закончится правильно а если не договоритесь так а чё тогда вам торопиться ее делать срочной то есть бессмыслица делать забастовку на какой-то срок конечно на бессрочную предлагать такс которая с так столько-то часов такого-то числа должно быть указано вот вы принимаете такое решение и дальше вам нужно еще кое-что сделать без чего вы не выполните законные нормы организации забастовки во первых вы должны утвердить договориться с работодателем о минимуме работ во время забастовки с работодателем с которым вы ни о чем не смогли договориться три месяца потом еще не смогли неделю сидели разговаривали на примирительную комиссию сейчас вы будете с ним мирно договориться о том какие работы выполнять в ходе забастовки минимум работ во время забастовки но вот я знаю что когда это государство не урегулировала была такая картина на втором районе ходит товарищ ослан генеральный директор с 1 середорной компании подходит к докеру которая работает и говорит ты сейчас бастуешь или работаешь а генеральный директор объявил всю работу это меняли не минимально необходимый во время забастовки объявил и так вот и началась забастовка идет забастовка это все равно хорошо почему забастовка означает никого нельзя уволить вот он подходит вы работаете или басу грудь выпить руки я басту и продолжает работать потому что он выполняет работу минимальную во время забастовки всю которую делал раньше втором подходит постоишь не я работаю по-разному отвечают а смысл тот же потом мы ждать это как 10 евросоюзов уже на российском уровне наконец отраслевые появились нормы на минимальный перечень грузов которые выполняются или перечень работ которые выполняются в ходе забастовки по разным отраслям разный поэтому нельзя всю работу взять объявить поэтому но поэтому вы если у вас и забастовка это не значит что вы не будете работать это значит что в основном вы не будете работать, но вот эти работы вы будете выполнять. Например, груз идет для больниц. Надо выполнять. Или предприятие выпускает вот такие лекарства, инсулин, которые нужны диабетикам. Если вы не выпустили, то люди умрут. И что вы будете? Какая может быть забастовка? То есть, естественно, вот эти все работы выполняются. И кто это должен организовать, эти работы? Кто-кто? Забастовочный комитет должен организовать. Кто организовывает работы во время забастовки? Вот вам, пожалуйста, и управление предприятием. Бастуйте и работайте одновременно. Это раз. Второе. Надо уведомить обязательно орган местной власти муниципальной о том, что у вас на территории муниципалитета забастовка будет с такого-то числа. Причем согласия этого органа не требуется. Ну вот, когда мы такую забастовку готовили вместе с товарищем Федотовым, он меня пригласил тоже пойти в этот орган муниципальной власти. А там люди скрывались. То есть, они не приходили даже на работу, чтобы их никто не мог уведомить. А раз не уведомились, значит, нельзя делать забастовку. И вот в один прекрасный момент... А какие у них интересы? Почему? У них какие-то интересы есть? Почему они не уведомились? Ну, может, как-то поговорил с ними. Руководитель этого... Он же тоже знает закон, юрист знает закон, руководитель или представитель руководителя компании. Поговорили с ними. Девки говорят, зачем вам тут шум, будет забастовка, мало ли чего будет, так вы давайте, лучше не приходите сейчас на работу, идите пока куда-нибудь в командировку. Короче говоря, когда мы пришли в один прекрасный день, естественно, не уведомляя, что придем, то руководства не было. А нам руководство и не надо, мы бумагу дали и заставили подписаться под вторым экземпляром, что бумага вручена. И все. И эту тему закрыли. Вот. А обязательно вам нужно лично к ним ходить, вы не можете в письмо, какое-то написать? А? Это вам нужно лично по этим или посоветовать? Нет, можете писать, но это будет, а так вы принесли, и все, у вас это снято. А так вы будете ждать. Сколько вы будете ждать? Пока туда. Дойдет, две недели будет идти по Ленинграду, и две недели будет к вам обратно открытка идти, уведомления с вручением с заказным уведомлением. Да? Так? Чтобы не потерялось. И месяц будет. То есть вы уже подготовили все, А и вот месяц в коллективе были настроены, а теперь они уже то ли, то подорова, не знают, что, в чем делать, почему не... Мы не выходим на забастовку и так далее. Короче говоря, это тоже вот тот момент, без которого это не сделаешь. Ну и потом нужно подумать, оборганизовать, а что вы собираетесь делать в ходе забастовки? Что вы собираетесь делать? Ну придете. Вот забастовка где? По домам сидеть или надо прийти на работу? Это же вопрос. Давайте мы этот вопрос оставим на обдумывание на следующий раз. Вот сейчас на этом закончим, потому что я вот ограничен теперь в силу наших дорогих товарищей, которые нам теперь ключи выдают не на этаже, а надо идти вниз задавать, а мне новое получать. Поэтому мне вот тут передают коллега просто ключи адрес в аудитории, где будет заниматься магистром. Поэтому приходится нам так самим как-то проблему решать. Так, спасибо за внимание. До следующего раза. Значит, мы с вами еще заниматься будем сколько? Два раза, да? И потом зачет. Кто у нас в следующий раз будет выступать? Я. Раз, два, еще кто? Ну, двое будут выступать. Пока что двое, еще кто-нибудь третий. А? Может быть, еще кто-нибудь третий. Хорошо, давайте, да. Пока. Продолжение следует...